Для российской власти год начался не слишком удачно. Жители страны заявили, они не любят власть. И эта нелюбовь растет все сильнее. Это показали данные соцопросов в январе. По данным Фонда общественного мнения, недовольных правящей партией 54% опрошенных. Удивительное другое. Впервые после присоединения Крыма люди выразили свое неодобрение президенту. Рейтинг доверия к Путину достиг своего исторического минимума за 13 лет. Он снизился до 33,4%. О чем говорит резкое падение рейтингов и как эти цифры влияют на нашу с вами жизнь, выясняла Екатерина Лукашенко. Вот фрагмент сюжета. Власти доверия. Да какое доверие после всего, что обманывают. На каждом шагу говорят. Слова почему-то расходятся с действиями у них. Они придумывают, придумывают, а нам расхлебывать. Им-то нормально, они получают нормально. Все разговоры на кухне у Натальи последнее время сводятся к политике. За кружкой чая и домашней выпечкой она рассказывает о своей жизни. Ей 46 лет. Работать пошла в 14. В основном занималась торговлей. На ее глазах цены, как вот этот пирог на дрожжах, росли вверх. Сначала, говорит, было не так заметно. Потом все хуже и хуже. А год назад женщина вообще осталась без работы. Новую найти так и не смогла. Искала я работу. Ну так, сильно искала, полгода точно. В разные я и продавец, и товаровед, и торговый представитель. Я ездила на собеседование. Через 2-3 дня приходят, ответ нет. Был звонок еще такой, с подпредприятия. Он мне прямо по телефону сказал, а вас свой возраст не смущает? Ну-ка всем ведь на кухню не зайдешь, мнения не спросишь. Настроение в обществе пытаются уловить сотрудники рейтинговых агентств. Этим и занимается Мария. Результат ее работы мы потом видим в сухих отчетах. Однако цифры ведь не передают эмоции и чувства людей. Настроение изменилось. Изменилось, скажем так, даже в кардинальную сторону. Люди обозлены, они разочаровано, раздражены. Очень остро реагируют на многие вопросы, которые касаются политики. Что совершенно иначе стали отвечать. Люди считают себя обманутыми на самом деле. И они очень не доверяют на сегодняшний день даже тем политикам, которым они очень доверяли ранее, буквально несколько месяцев назад. А вот как это выглядит в цифрах. Левада-центр. 53% россиян выступают за отставку правительства. Фонд общественного мнения. 54% россиян сообщили, что действия властей в последний месяц вызвали у них недовольство или возмущение. В ЦИОМ рейтинг «Единая Россия» опустился до минимума с 2006 года и составил 32,7%. В ЦИОМ рейтинг доверия президента упал до 32,8%. Еще 29 декабря 2018 года этот показатель был выше на 4 пункта – 36,5%. Для Владимира Путина это исторический минимум за последние 13 лет. Максимальная цифра – 65% в марте 2015. Изменилось ли отношение к власти за последний год? С таким вопросом мы обратились к жителям нашего города. Мы, конечно, не в ЦИОМ, но вот что получилось. Путину не изменилось, Медведеву изменилось. Я считаю, что правительство нужно менять. Жить тяжелее стало, целый выше стаби. Мне как-то эта власть и раньше никуда не упиралась, и сейчас как-то это… Никак. Надеемся на себя, да и все. Да. Все очень просто. Ни на кого не надейся, только на себя. И последнее событие – тому доказательство. Ваше отношение к власти не менялось? Нет. А как относились раньше? Хорошо. С каждым годом все хуже и хуже. Поэтому больше ничего пояснить не могу. А почему меняются ваши мнения? Ну, видно, как растут цены. Да, можно сказать, да. В какую сторону? Ну, в отрицательную. Не особо-то изменилось, как было. Ну, скорее нейтральное такое, что, ну, вроде бы что-то делают, но делают как-то не так, как хотелось бы простому человеку, и получается все как всегда. Да. А каким образом? Ну, из-за этих новшеств, пенсионным, да и совсем из остальных. А в какую сторону изменилась? В худшую. Пока не поменялось. А как относились раньше? Вполне нормально. Не могу. Думаете. Почему? Ну, не хочу. Нет, не поменялось. Я доволен властью. Что плохого? В худшую сторону. Почему? К сожалению. Потому что они все делают, чтобы их не любили, не уважали. Всего доброго. Заметным политическим событием на мировой арене стали выборы президента Украины. Уже после первого тура было понятно, что большинством голосов победу одержал актер и комик Владимир Зеленский, обогнав действующего президента Петра Порошенко. За шоу под названием «Выборы в Украине» действительно с интересом наблюдали и жители других стран. Тем более, что во втором туре Зеленский набрал больше 73% голосов. Политологи назвали эти выборы началом новой политической эпохи и не только на Украине. Смотрим сюжет Елизаветы Курочкиной. Крики радости, аплодисменты. Украинцы приветствуют своего нового президента Владимира Зеленского и новую политическую веху в истории своей страны, да и других стран тоже. Своими голосами в пользу недействующей власти люди показали силу и мощь протеста. Это победа молодости над опытом, нового поколения над старым. Зеленскому всего 41 год, но он уже политик с самым высоким рейтингом на постсоветском пространстве. Хотя никакого политического опыта у него нет. Зато харизма, чувство юмора и умение себя подать. Хорошее было утро. Я не знаю, как у вас настроение. У нас было хорошее. Дети, глазунья, кофе. И для настроения еще жена мне включила Эминема. После победы все заговорили о том, что перемены в стагнирующей политике – дело реальное. Подчеркнул это и сам избранный президент Украины. Пока я еще официально не президент, я говорю как простой гражданин Украины. Всем странам постсоветского пространства. Посмотрите на нас. Все возможно. Политологи считают, что победа Зеленского – следствие настроений людей во всем мире. Они устали от диктатуры элит. Поэтому они просто проголосовали не за, а вопреки. Вопреки тому, что было и порядком надоело. При этом люди понимают, что Зеленский – человек совсем новый и свежий. Я бы не сказал, что какие-то очень большие ожидания именно Зеленского присутствия. Да, конечно, есть ожидания, что некоторые проблемы будут решены. Но в целом, того, что кто-то воспринимает этот, знаете, какой-то колоссальный праздник, я думаю, такого нет. Многие ждут того, что не относятся к компетенции президента, а больше относятся к компетенции правительства. То есть, в первую очередь, ожидания связаны с социально-экономической ситуацией. То есть, тарифы, цены, зарплаты, пенсии – то, что, в принципе, основную массу граждан Украины и волнует. И что, кстати, фиксируют эти логические опросы, которые проводятся на территории Украины. Зеленский друг Украины значит то же, что начал Ющенко, то же, что начал Порошенко в свое время, да и все другие президенты. Он означает президента надежды. Украина достаточно долго находится в условиях социально-экономического кризиса, к которому добавилась еще война на Юго-Востоке. И люди хотят лучшего будущего. Они хотят выхода из этого кризиса. И сфокусировали свои надежды на человека, которому не замаран опытом политической деятельности в прошлом. Сейчас, когда уже интриги с выборами на Украине нет, когда мы знаем, кто стал президентом, многие вспоминают уже, так сказать, прошлое этого президента. Например, его юмористические сценки. Большая часть из них, конечно, на политические темы. Особенно это, где глава государства почти в неглиже поет о власти. А если кто хочет понять, за что стоял Майдан, прослушайте новый гимн для нашей власти. И, наверное, еще года два назад сложно было представить, что жители Украины отдадут предпочтение шоумену, а не действующему президенту. Как и сложно было представить, что в России выборы в ряде регионов этой осенью закончатся не победой единороссов. Протестное голосование так называют явления, когда граждане выбирают чуть ли не первовстречного, только не кандидата от власти. И такая тенденция приобретает общемировой характер. Почему жители разных стран голосуют не за, а вопреки? Смотрим фрагмент сюжета. Я бы сделал выбор в пользу человека нового, от которого можно ждать изменений. Потому что вот эти люди, которых я вижу на протяжении долгих лет, они опытные, да, опытные. Но от толку-то, от этого опыта? Мы все ждем, что будет толк, но они же опытные. А толка нету. Усталость от ожиданий и обещаний. Это одна из причин, почему люди отказываются голосовать за действующую власть. Так считает актер Алексей Попов. Если бы сегодня выборы проходили у нас, Алексей, как он уверяет, свой голос отдал бы за кого угодно, но только не за кандидата от власти. На вопрос, не страшно ли выбирать, по сути, кота в мешке, не задумываясь, отвечает. Хуже не будет. И вот мы все ждем эти пять лет, еще шесть лет, пять лет, десять лет, двадцать лет, а все не наступает ничего нового. От обещаний устал. Мне надоели обещания, что вот-вот и уже будет хорошо. Вот-вот и мы будем первые. Вот-вот и у нас будет все лучше всех. Целыми днями нас пытаются, готовят к какой-то войне. Постоянно говорят, везде враги. Мы все топорики готовим какие-то. Зачем? Давайте жизнью заниматься. Жизнь обновленная, пусть и неизвестная, сейчас для многих привлекательнее, чем стабильность, в которой неравенство и нищету уже не спрятать. И эту страшную для действующей власти реальность показали прошедшие выборы в российских регионах. Из последнего – Устилинск. Там мэром стала 28-летняя домохозяйка Анна Щекина. Она даже призывала за нее не голосовать, а люди пришли и все равно проголосовали. А Владимирская область, Ахабаровский край, Приморье. Соседняя с нами Хакасия, где главой региона стал 30-летний коммунист. Неужели избиратели не понимали, что 30-летний губернатор или 28-летний мэр – это как минимум смешно? Конечно, понимали. И голосовали не за них, а против. Против системы. Протестное голосование потому и протестное, что это голоса не за кого-то. Я думаю, что Хабаровского, нынешнего губернатора, и Коновалова в Хакасии, и мэра Устилинск, их очень мало что связывает. Люди голосуют как раз не за них, а против тех, кого вместе с ним, с ними людям предлагают. Людям абсолютно все равно. И более того, как мы видим сейчас по Хакасии, люди и сейчас, видя, что Коновалов, мягко говоря, не самый хороший глава региона, что у него много чего не получается, что он, может быть, не умеет управлять. Люди все равно говорят, что, ну вот, типа, лучше такое, но только вот мы не будем голосовать за представителей действующей федеральной власти. По такому же сценарию выборы сейчас проходят на Украине. Шоумен, комик, Зеленский – абсолютная противоположность Петру Порошенко. У Зеленского нет опыта управленца. Ничтожно маленький опыт политика. Неизвестно, что он вообще будет делать со страной. Но украинцы его поддерживают. А вернее, не поддерживают Порошенко. Это Армения. Год назад. Так люди радовались, когда экс-президент Серж Сарксян покинул пост премьер-министра. Его место занял человек новый – лидер оппозиции и журналист Никола Пашинян. Народ борется за честность, за честные выборы. В Италии набирает популярность движение «Пяти звезд». Его сооснователь – комик Беппе Грилла. Он отличается от привычных политиков. Итальянцы с растущей симпатией смотрят в его сторону. Нам надоели президенты из старых политических кланов. Мы хотим президента, который действительно представляет итальянский народ. В США два года назад американцы выбрали Трампа. В прошлом шоумен телеведущий оставил позади хорошо всем известную Хилари Клинтон. Люди, которые голосовали за Трампа, в большинстве случаев делали это в знак протеста. Или потому, что они были недовольны правительством. И примеров протестного голосования много. Как отмечают социологи, это сейчас общемировой тренд. Это абсолютно мировая история, просто она выражается по-разному. Где-то это снижение явки, где-то это протестное голосование, где-то это голосование за антиэстеблишментные партии. Ну, то есть абсолютно по-разному, но, безусловно, это мировая тенденция. Более того, как бы коллеги-политологи, когда говорят об этом, они говорят о так называемом антиэстеблишментном движении. В общем смысле это голосование против представителей политэлиты, это голосование против элиты в целом. Задержание, обыски, аресты счетов без суда и суды, которые длятся всего сутки, отправляют людей в тюрьму, например, за некорректное высказывание в интернете. Все это Россия осенью 2019 года. Суды над фигурантами так называемого московского дела, дела Егора Жукова и обыски в штабах фонда борьбы с коррупцией. По мнению экспертов, это все больше напоминает события 30-х годов прошлого века. Вновь появились политзаключенные, а слово репрессии звучало в обществе очень часто. А началось все с июльских митингов за свободные выборы в Мосгордуму. Избирком забраковал часть подписей, собранных в поддержку кандидатов-оппозиционеров. Участники акции протеста считают, что избирательная комиссия намеренно убирает неугодных кандидатов. Люди требовали допустить оппозиционеров до участия в голосовании. Но полиция акцию протеста разогнала. Задержанными оказались 1400 человек. И до конца года так называемое «московское дело» гремело на всю страну. «Ставайте! Сдавайте! Сдавайте!» Несогласованный митинг в столице с самого начала перерос в жёсткое противостояние. Люди планировали пикетировать здание мэрии на Тверской с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Но полиция начала блокировать колонны ещё на подступах к администрации. И когда стало понятно, что протестующие настроены решительно, ОМОН Росгвардия пустила в ход дубинки. Полиция избивала всех без разбора. Досталась и женщинам, и пенсионерам. Голову разбили даже муниципальному депутату от округа Хамовники Александре Порушиной. Молновец ударил мне по голове, и я на минуту потеряла сознание. Но потом вроде бы я сейчас очнулась, и меня уводят. Мне очень жаль бросать людей. Я боюсь, что их буду сейчас жёстко забирать. Но я себя не очень хорошо чувствую. Я депутат муниципального округа Хамовники. Силу в основном применяла полиция. Но иногда в ответ людям в камуфляжи летели бутылки, яйца, камни и куски асфальта. Неизвестные распылили слезоточивый газ. Убери камеру. Камеру убери. Раз! 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 Участники акции протеста говорят, что в этот раз сотрудников полиции было как никогда много. Едва ли не больше, чем митингующих. Сколько именно выступали за свободные выборы, пока не ясно. Очевидно, счёт пойдёт на тысячи. По данным авторитетного портала ОВД-Инфо, только задержанных в этот раз было 1373 человека. Государственные СМИ о митингах молчат. Я думаю, что я борюсь со злом. Почему это зло, то, что происходит? Потому что я хочу жить в свободной стране. Вы? Да. Вы? Да. Вы? Да. Вы? Да. Вы? Да. Вы? Вы! 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 Лидеров протеста Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и других задержали еще до начала митинга. В студию телеканала «Дощи» и фонд борьбы с коррупцией, которые призывали принять участие в митингах, полиция пришла с обысками и предостережениями. Символ протеста независимого кандидата Любовь Соболь задержали дважды за один день. На таком основании объясните требования. Я должна подчиняться только законным требованиям. Ваши требования незаконны. Это незаконное задержание.